Я так своего доктора с ума сводила, он просто от меня, знаете, он сделал все, чтобы я от него отказалась и больше к нему не ходила. Потому что я спрашиваю, почему это у меня, почему? То есть у меня была одна зима, такой сезон, что я постоянно болела. Постоянно какая-то процедура такая вот вяло-текущая, непереходящая, непроходящая. Я никак не могла избавиться от этого. Я несколько раз вот к нему сходила, а он ничего не может сделать. Он не понимает. Какой-то вирус, какой вирус, что с ним делать, еще кто-то болеет, ходит этот вирус. Откуда же я знаю? То есть, например, я спрашивала с китайскими докторами, у китайских докторов, и головокамывание, традиционная китайская медицина, вот это было супер. Вот это лечение, понимаете, они лечат эти средства, а не просто симптоматики. Я никогда не пользовался китайской медициной, даже никогда не думал об этом. Ну, как бы, может быть, до этого вопрос не доходило. Да, по поводу, если нужно не к терапевту, а к какому-то узкому специалисту. То есть, ну, ждать, в принципе, да, где две недели, где две недели, где месяц, где два. Но, опять же, без направления от терапевта не попасть в них практически. Вот я один раз к невропатологу попала, один раз к офтермологу. К ним не нужно было направление. А так, я знаю, что на цель даже рентген, флюорографию не могла себе сделать, потому что мне не давали направление. Они послушают лёгкие, всё нормально. А вот записываться на разные приёмы, это как вообще делается? У них есть какой-нибудь сайт, через который вы можете записаться, как, ну, на нашей МАЭС, там. У них есть вообще такие сайты государственные или... Телефоны. Я не понимаю, когда я приехала в Россию, я попала в какой-то космический мир. Ты про войну, ты что? Я так долго тупила, я так долго к этому привыкала. Ну, как долго? Ну, несколько месяцев. Потому что пока я открыла госуслуги, пока я открыла Сбербанк, пока я поняла, как это всё работает, все эти приложения, то есть, мне было, честно говоря, непосредственно, потому что я думала, боже, я же такая дура, я ничего не понимаю. Я вообще должен как раздеваться. То у меня такие же чувства были. Мне приходилось говорить, что я вернулся из-за... Это что муж у меня же альгеймер какой-нибудь, я такая тупая. Я сейчас объясню. Вот мне 33, скоро будет 34. Я приходил в банк, и сидели девочки, девушки там, мужики тоже, либо моего возраста, либо старше, либо младше. Ну, всех, диапазон большой. Я себя чувствовал полным идиотом. Потому что после Канады наша банковская система, особенно Сбербанк, это просто космическое чудо, которое нам принесли инопланетяне какие-то. Вообще все, что угодно, регистрируешь, что там мы регистрировали автомобиль, тоже через веб-сайт, все через сайты, медицина, все, все, все. То есть заходишь, выстрелишь через все приложения, все работает, все шарно. Это просто козно. Ну да. Вот я как раз, когда пришел в Сбербанк, мне нужно было открыть счет в долларах, в евро, в евро. Я не знал, как это сделать. Я думал, хорошо, я пойду в Сбербанк, я там с ними должен поговорить, может быть, подписать какие-то бумаги. Я пришел, девушка попросила мне открыть мое приложение Сбербанка. И за три секунды мне открыла счет. Просто вернула телефон и сказала все. А я думаю, блин, ну мне им что, нужно объяснять, что я не тупой человек. Я просто жил очень долго на Западе. И там всего этого просто... Не то, что нет, а на плохом уровне. Мне надо пришлось объяснять, что я не дура. Мы покупали дом, нужно было оформлять договор на газ, на электричество, на воду. Вот так все это отдельно. Как раз в Днессе, по-моему, были. И я подошла, значит, на очередь, я с этой дамой общаюсь, Клэр, она мне говорит, что она говорит так, как будто я уже должна много чего знать, просто там что-то дооформить. А она мне что-то говорит, я не понимаю, я смотрю на нее, как барана на новые ворота. Она психанула. Вот единственный раз, когда мне со мной как-то не очень без ее поговорили. То есть она психанула, что там выдала. Я понимаю, почему она психанула. Я говорю, понимаете, я просто в России не жила 25 лет. Поэтому я не знаю. А она посмотрела. А я, кстати, заметил, я именно вот этим трюком пользуюсь. То есть когда я сталкиваюсь с какими-то ситуациями, я не могу что-либо сделать. Я просто говорю, извините, пожалуйста, я вообще ничего не знаю про этот процесс. Я долго жил за границей. Можете мне, пожалуйста, объяснить. И тогда сразу улыбочка появляется и начинают объяснять. И уже ведут меня за руку, как младенца. Иначе смотрят на тебя, как будто думают, что тебе в больничку пора уже. Да, да, да. Да. Ну, сейчас, конечно, все более-менее нормально. То есть подсвоила я все эти гаджеты. В смысле приложения электронные. Я думала, что это я одна такая тупила вообще. Но у меня Маш молодец. Он сам все это осваивает. Вы не представляете, какой он молодец. Он все эти приложения осваивает. Он их переводит с русского на английский. Многие приложения на двух языках или какие-то там службы, платформы. Он молодец. Он быстрее меня все это схватывает и соображает. Я как-то, да. Ну, я думаю, потому что ему нужно это делать. Потому что он... Как хорошо он разговаривает на русском языке? Ну, разговаривает он плохо. Потому что он не хочет быть драматикой. А понимают у него огромный словарный запас. Он понимает очень много чего. Ну, и говорит, там уже лепит, как слова получатся. Ну, его все понимают. Ну, хорошо. Ему-то нужно учиться. А вот вы и я, мы уже знаем язык. И мы просто... Не то, чтобы нам лень. А мы просто не ожид... Мы не внедряемся в эту систему так активно, как... Нет, просто, понимаете, такой объем новой информации, чтобы ее освоить, нужно время. Конечно. То есть, они здесь у других животных, они постепенно это осваивают. То есть, что-то поступило новое, быстренько, быстренько соль. А мы приезжаем, и у нас это как свалилось все. Хорошо. Давайте, прежде чем мы перейдем на тему, почему вы переехали. У меня такой вот вопрос насчет еды. Я люблю задавать этот вопрос. Насколько еда вкусная или безвкусная в Южноафриканской республике? Можете, пожалуйста, рассказать? Ну, продукты до сих пор там хорошего качества. В среднем. Ну, я не могу... Ну, они всегда одинаково качества. Бывают в сезон неплохие фрукты. Так, фрукты деревянные, конечно. Изредка фрукты вообще не очень мне нравится. Хотя страна благополучная, с таким климатом. Но, видимо, этот промышленный процесс выращивания фруктов... Да, они не очень. Вот, овощи неплохие. Молодцы, правда, это хорошие, очень. Мясные тактили. Они не плохого качества, но они не такие вкусные. То есть, вот мы сюда приехали, здесь мясо вкусное. Вкусное, но вкусное. Знаете, кубанские тут овощи, фрукты просто прелесть. Согласен. Да, да, да. Очень вкусно. Даже сейчас тут тепличные помидоры, они прям сладкие. Они вкусно сладкие. Но это здесь, я не знаю. А вот, продукты там, в принципе, в принципе, в целом неплохие. Можно, ну, не заварься. И фермеры в Зарусске, они очень гордятся тем, что они делают. Знаете, они любят свою работу, они гордятся этим, но они стараются выращивать продукты хорошего качества. Но почему еще проблема? Они экспортируют очень много. То есть, фрукты юаровские, ну, наверное, процентов 80 уходят на экспорт. Даже здесь они есть. Поэтому, наверное, то, что похуже, остается в стране. Опять же, стали внедрять очень много КМО, к сожалению. Вот так один регион там был, достаточно большой регион, где было развито пчеловодство. Ну, видимо, потому что какая-то флора была определенная. И там зацедли огромный полярапса и погубили всех пчел. Пчел погибли. Вот была такая проблема. Вот так, продукты хорошие. Вина шикарные, сыры шикарные. Ну, я не знаю, как долго все это у них продлиться, потому что, представьте, все эти винные фермы, там молочные хозяйства. То есть, они сейчас ничего не стоят. Их невозможно продать. Именно потому, что фермеры, фермеров убивают, их сгоняются из земель, принят закон о национализации земли. То есть, вот эти вот огромные винные фермы, которые стоили очень много миллионов с этими поместьями, прям, ну, и дизайн ландшафтный, там, и все, и гостиницу, и там есть. Рекоменционные такие вот условия созданы на них. Их невозможно продать. То есть, люди там живут до последнего, живут в страхе, конечно. Но их невозможно продать. То есть, я не знаю, как бы... Опять же, была то засуха у них там была жуткая. О, про засуху. Вот это вот очень интересно. Потому что это был такой опыт, которого, наверное, практически нигде в мире не было. Говорят, только в Индии такой был опыт. Несколько лет назад. Если это интересно. Как мы переживали засуху. Интересно. Когда форт был на грани остаться без воды совсем. Вот совсем. То есть, система безоснабжения какая? Здесь в России очень много рек, много снега, наполняемость этих рек, озер, водохранилищ. То есть, здесь, в принципе, вопрос о засухе не стоит. Хотя вот в Краснодарском крае, в некоторых городах, в прошлом году, за прошлом году, говорят, что там была проблема с водой. Ну, и вот, что происходит в правительстве Западный Кейп, конкретно, где мы жили, в Кейтане. Там система водоснабжения идет из водохранилища. Они строят водохранилища. То есть, за зиму там, например, сезон дождей, там зимой. За зиму наполняется водохранилище, основное время года, город и вся провинция снабжается этой водой. И тут вот несколько лет подряд, зимой было мало дождей. И мы приходим к тому, что лето заканчивается, а нет, зима закончилась, начинается лето, наполняемость в водохранилище 40%. То есть, это очень мало. Вводятся ограничения на полив, там, их намыть машины и так далее. Очень сильные ограничения. Потом второй год опять у нас еще меньше воды мы закончили. То есть, зима опять была без дождей практически. Меньше 40% наполненность в водохранилище. И нам включили такой рацион 20 литров воды на человек в день. Да. То есть, на все про все. Представляете, 5-миллионный город, ну и вся провинция вот на таком рационе живет. Это вам ничего нельзя полить, ничего нельзя вырастить. Нужно же стирать, мыть и так далее. То есть, 20 литров воды и дурки, можно же на все. 20 литров воды в день на человек, это вообще ни о чем. Что мы сами делаем? То есть, очень многие, как мой муж сделал, то есть, поставил большую цистерну пластиковую, где слив от стиральной машины. Провел трубы, чтобы это был смыль в туалет. С насосом. То есть, то, что идет от стиральной машины, идет в туалет. Это идет там, я не знаю, если чистая вода, то есть, я даже смотрю, если вода ополаскивания, я ее набираю в ведра, это все, что он дом. Поэтому душ там буквально 5-7 литров, очень быстро душ. Ну, по-моему, мы шли до того, что через две недели у нас уже не будет воды в кранах вообще. Наша правительство строило такие водослабжения, санкции, какие-то участки по городу, куда нужно будет приходить с ведром за водой. Потом построили партию опреснительных заводов для центра города, только потому, что центр города, там нечастный сектор, многотажные дома, там люди просто не могут сделать себе систему сохранения воды какие-то, никакие. И воду накачать наверх невозможно, поэтому, чтобы у них какая-то вода была, там построили опреснители. Но, опять же, невозможно сразу на всю провинцию построить достаточно опреснительных санкций. Это дорого и просто и не быстро. Но потом каким-то волшебным образом сменили мэра города и мы дотянули до первых дождей. То есть вас просто спасли первые дожди? Да. В принципе. Ну, правительство хоть что-то пыталось вроде бы сделать, но то, что было в их силах экономически. Мы построили, ну, я даже не знаю, опреснители построили в центре города, но, по-моему, это сложились отели, потому что центр города это центр туризма. Отели вот именно международные. Они просто должны были как-то выживать и они построили опреснители правительства. Ну, вот они построили суда-санкций для предполагаемого водоснабжения, куда можно будет потом с ведром поехать или с медициной за водой. То есть все, что они сделали, причем была засоха не только в Кейпе, она была по многим регионам страны. Бедные фермеры, у них падежская табл, несколько лет. То есть поразорялись очень много фермеров, потеряли животных, потеряли урожай. Правильно, что-то выделяло, но до них не доходило. Тот, кто там в промежуточном звене был, ну или, то есть, как они там были, то есть до фермеров практически ничего не дошло, люди сами складывались, помогали фермерам как можно, но... Но это была аномалия, то есть это не каждый год же происходит? Нет, но это такая аномалия, про которую практически никто не знает, то есть как мы выживали в эту завтраку. Понятно. А тогда вот такой вопрос. Кто, вы или ваш муж, решил переехать в Россию? И почему в Россию? Ну, это не самый муж, это была его инициатива. Ну, во-первых, мы долго думали, куда переехать, потому что там особо тоже было нельзя, если никаких у меня... Муж как-то остался без работы, полтора года не мог найти. Секундочку. Да, да, конечно. А что касается перееезда в другие страны, во-первых, я как уже говорила, это и есть фанглоивычные страны, это намного более дорого, затратно и сложно, и по возрасту. То есть у нас ждет предпенсионный возраст, мы там никому не нужны, мы уже даже потом, после 45 или 50, уже даже многие страны не возьмут. Ну, там нужно определенные баллы выбирать. Что? Там нужно определенные баллы набирать, чтобы пройти иммиграцию, и чем старше человек, тем меньше баллов он получает. Да, да. В Австралию попасть после 50 просто нереально. В Новой Зеландию. То есть во все эти страны, во-первых, экономически нецелесообразно ехать. Абсолютно. То есть, ну как, вот есть тысяча долларов, да? Вы где дольше проживете, в Штатах или в России на эти тысячи долларов? Ну, само собой, конечно, в России. Поэтому вы не поедете в Штатах, правда? Я по другим признакам поедет в Штатах. Нет, ну я сейчас об экономической стороне говорю. Да, да, да. Я по экономической стороне. Да, это одна из сторон. Во-первых, на пенсию в этих странах тоже не накопили, и потом получение гражданства. То есть, ну как, мой муж, он знаком с русской культурой. Он очень долго работал в Казахстане. Он жил со мной. То есть у нас друзья. Очень многие друзья. Вот смешанные с семьями, с русскоязычными. То есть, ему знаком менталитет, знакома культура. Мы бывали в России. То есть, его это все устраивало. Ему нравилось то, что в России все очень трудно развивается. Хороший сервис, хорошие продукты. То есть, жить вполне можно. Сейчас, секундочку. Секундочку. Ему нравится, потому что в России хороший сервис. В России хорошие продукты. Да. И Россия развивается. Вашему мужу, который южный африканец, да? Белый южный африканец. Да. Мне еще раз для некоторых подписчиков или не подписчиков, зрителей, это повторить или дошло наконец-таки, что все-таки Россия развивается? Это я сейчас не вам говорю. Это я сейчас вам говорю некоторым, которые будут писать разные комментарии. До вас дошло наконец-таки после многих моих выпусков? Если не дошло, поверьте, выпуски еще будут продолжаться. Извините. То есть, он... У меня муж поездил по миру, по другим странам. Он в Штатах работал. Он работал в международных компаниях. То есть, он знает, о чем он говорит. Понимаете? Да. И он принял решение. Говорит, понимаешь, в других странах просто смысла нет ни финансово, ни в плане развития, ни в плане будущего. Там ничего нет. То есть, туда смысла нет ехать. Но я сама, например, я в Штатах бы ни за что не поехала в Канаду. Я когда работала переводчицей, я поняла менталитет этих людей. И с таким менталитетом я просто не смогла бы жить вообще рядом. Вот. А ЮАР у меня люди более интересные. Там им больше понравились. Тем более, африкане, или как называют бурые, у них даже очень близкие, в чем-то, на бед к русским. Вот. То есть, опять же, стагнация в других англоговорящих странах – это факт. То есть, тогда было, два года назад, понятно, что там стагнация, там ничего не развивается, все отстает. Тут же интернет, те же цифровые какие-то платформы, экономика. То есть, они достигли толка и застряли. А Россия развивается здесь столько возможностей. Просто невероятная. А почему Краснодар? Ну, Краснодар, во-первых, климат. Потому что я из Африки своих мужчин не могу отвезти в Сибирь. Хотя, они были в Томске, где мои родители тогда жили. Мы были в Томске несколько раз. Им очень город понравился. Я родилась в Томске, я обожаю этот город. Я там училась. Но климат – это все, конечно. Во-вторых, Краснодар, тут все бурлит. Понимаете? Это не такой большой, конечно, город, как Москва или Питер. Но в этом тоже есть преимущество. Он все-таки, ну, миллион и полтора населения точно есть. Хотя, может быть, нелегально и два. Потому что непонятно, сколько людей сюда едут, 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 едут. Такие же панаехи. Они будут назвать это панаехи. Да. Ну, не знаю, что здесь экономика бурлит. Здесь, собственно, строится, открывается. Такое движение, такой байк. Да. Приятный очень город. Может быть, не самый лучший в России. Не знаю, но нам их нравится. Я люблю слышать вот такие отзывы про другие города о России. Потому что я реально хочу, чтобы другие города также развивались. Потому что чем больше наши средние, малые, там, большие города будут развиваться, тем лучше будет всем. И я понимаю, что у государства есть какая-то своя программа, где они создают конкуренцию между разными регионами вроде бы. И только так вот из-за этой конкуренции мы сможем поднять нашу, ну, помимо других тоже методов, мы сможем поднять нашу страну на тот уровень, на который мы хотим. Хотя люди, человек такое существо, что мы всегда не рады всему, даже если мы богатые, здоровые и все. Я могу сказать, что на данный момент мне жаловаться не на чего вообще. То есть я понял, что все нормально, все хорошо, может быть, лучше, проблемы есть, все решится, все можно решить. Да. Что хотел добавить. Мы сейчас очень тихо радуемся, что мы не поехали в какую другую страну. А почему тихо, а почему не громко? Продолжение следует...